Всем привет, с вами Клеопатра. Я думаю, что самое ожидаемое событие для любого Клэшера под конец этого года, это, конечно же, новогоднее обновление. Все его ждут и все гадают, что же там будет, ТХ-12, ДС-8 или может быть что-то другое. И, конечно же, в этом обзоре мы с вами посмотрим не только ту информацию, которую, скорее всего, вы уже прочитали на официальном сайте, но еще узнаем некоторые другие плюшечки, о которых официальный сайт молчит. И прежде всего стоит, конечно же, начать с недовольства игроков, которые играют и в Clash of Clans, и в Clash Royale, потому что в рояле уже появилось новогоднее обновление, и начали все думать, что же такое, почему в Clash ничего не происходит, разработчики, вы просто забыли про нас, и, конечно, начали кидаться этими предъявами в разработчиков. Они, естественно, молчать не стали и тоже ответили, что в этот раз готовится тоже очень хорошее большое обновление для Clash of Clans, и что мы про вас не забыли, ребята, и что все будет. Ну и, собственно, через некоторое время у нас появились некоторые коротенькие мультики на официальном сайте Clash of Clans, но, естественно, было непонятно, как обычно, что к чему и что это вообще такое. В этом мультике видно, что летают очень много листочков по воздуху, на них что-то написано, но что конкретно, конечно, мы с вами не знаем. И сразу же после этого у нас появилась запись на официальном сайте Clash of Clans, что у нас появляются клановые игры для всех участников клана. Что это такое, конечно же, непонятно, но давайте читать. Разработчики собираются что-то придумать, связанное с общими заданиями для всех членов клана. Вам необходимо будет кооперироваться со своими соклановцами, выполнять какие-то задачи, начиная от атак в глобальном режиме на основной деревне, заканчивая какими-то баттлами на деревне-строителе. Возможно, это даже будут какие-то мини-турниры, но это не точно. И в зависимости от того, насколько много заданий вы сделаете вместе с своими соклановцами, от количества завершенных задач будет учитываться общее число очков, которое будет в клане за те самые задания. Ну и, соответственно, по результатам этого вам дадут какое-то вознаграждение. Наверное, я думаю, что у всех сразу вырисовалась перед глазами картинка Clash Royale, где для того, чтобы получить карты, необходимо всем вместе, всем кланам дружненько набивать сундучки. И далее из кланового сундука вы получаете много карт, иногда даже легендарные, но ключевое слово здесь, конечно, иногда. И такая мысль пришла далеко не мне одной. Многие так и написали на форуме, что, скорее всего, это будет подобие кланового сундука в Clash Royale, ведь верно? На что разработчики ответили, что нет, это не будет нечто похожее, это будет что-то другое. Так что, как именно это будет выглядеть, пока остается только гадать. Кроме того, исходя из других ответов от разработчиков, можно предположить, что это будут какие-то магические вещи, которые сейчас не связаны никак с самой игрой. То есть, это будет не золото, элик и дак, а что-то другое. Появится что-то новое, что впоследствии можно будет применять. Возможно, колоссально что-то изменится в игре, но все это, конечно, мы сами увидим только уже после обновления. Ну, а помимо этой интересной функции, которая появится для всех участников клана, конечно же, стоит сказать об изменении в балансе, которое в этом обновлении будет действительно очень мощным. Изменение баланса затронут очень многие ратуши. Это будет не, как обычно, для ТХ-11, а это коснется даже ТХ-8. В этот раз у нас действительно очень сильно увеличит здоровье голема. Начиная с первого левла, здоровье действительно мощно поменяется. Это значит, что теперь все атаки с големами снова будут актуальны. И теперь восьмерочкам, даже восьмерочкам, будет гораздо проще атаковать не только на КВ, но и, конечно, в глобале. То же самое коснется и гонщий. Соответственно, стратегии голова лун теперь снова обретут жизнь, потому что в последнее время они стали менее популярны. Все перешли на ведьм, но я думаю, что теперь будет обратная тенденция. Все будут аттащить либо големами, либо лапами, потому что им действительно очень мощно повысили здоровье. Также немного поколдовали со здоровьем гиганта. Оно у него увеличится на пятом, седьмом и восьмом левле, а вот на шестом останется таким же. Соответственно, для тех, кто любит фармить гигантами, я думаю, это хорошее нововведение, потому что профита теперь от атак будет гораздо больше. Конечно, разработчики не могли пройти мимо атак шахтерами, потому что эта армия на десятых-одиннадцатых ТХ стала очень популярной, и многие делают действительно хорошие, мощные трехи именно этой армии. Что касается шахтеров, то теперь количество мест, которые занимает один шахтер, увеличено с пяти до шести. Конечно, для тех, кто любит эти войска, это печальная новость, но для тех, кто не любит смотреть с нос своей очень продуманной, очень классной базы на КВ шахтерами, конечно, это хорошая новость. А теперь мы плавно подходим к одному из самых мощных нововведений новогоднего обновления. У нас появляется плюс пять уровней к каждому герою, соответственно, максимальный левел для кинга теперь пятьдесятые, для королевы тоже пятьдесятые. Соответственно, те фуловые ТХ-11, кто уже полностью прокачаны и не знают, чем им заняться, выращивая елочки по краям своей базы, смогут теперь снова фармить усиленно на героев, чтобы прокачать их до пятьдесятого уровня. Также немного изменились все цены на прокачку героев. Что касается нижних левелов, в районе десятого цены там поменялись буквально на пару тысяч, а вот где-то с двадцатого примерно уровня там уже весьма ощутимое изменение цен в несколько десятков тысяч дарка. Это реально будет очень помогать при прокачке, то есть все игроки станут гораздо быстрее качать героев, но оно, в принципе, понятно, потому что добавлены новые левелы для героев, и как-то нужно было урегулировать всю ситуацию. А следующая фича, которую придумали в этом обновлении, весьма порадует всех атакеров на ТХ-10 в особенности, ну и ТХ-11 тоже. А все дело в том, что эффект от Инферно, который сводил к нулю исцеление, теперь убран. Соответственно, что это значит? Ранее, например, на ТХ-10 при атаке хогами можно было ходить только на такие базы, где Инферно стоит на сингл, потому что на мульте просто хоги испарялись, и от шашлычка у нас не оставалось даже обугленных косточек. Что же касается нового обновления, то теперь вы можете смело ходить дружно хогами, кидать туда хил, и Инферно ничего сделать не сможет. Соответственно, вопрос создается в том, будет ли полезен теперь режим мульти, или же нужно будет ставить все на сингл, чтобы Инферно как можно лучше прожарила ваш бегущий шашлык, а не шашлык в итоге сломал мангал. Что, конечно, очень ожидаемо, это снова плюс 25 новых белых стеночек. Я просто вангую, что эти стены доведут в итоге до максимума, можно будет покрасить все на ТХ-11 в белый цвет. В этом, я просто уверена, все только дело во времени. Также весьма существенным изменением является увеличение лагеря на ТХ-11, то есть в него теперь будет влезать больше войск, нежели это было ранее. Но оно, в принципе, наверное, и логично, потому что количество войск, которые влезают на ТХ-9, на ТХ-10, оно разное, а вот почему-то на ТХ-10 и 11 одинаковые, хотя там абсолютно разные уровни атак. Также не стоит обходить стороной арбалеты, их урон в секунду, damage per second, именно так расшифровывается данная аббревиатура, был скорректирован, и именно скорректирован в меньшую сторону, то есть он уменьшился. О чем это говорит? Помимо того, что очень реально сильно меняют баланс самих атак на ТХ-10 и 11, это затрагивает также и девяток. То есть в целом, что мы имеем? Получается, у нас войска усилились по количеству здоровья, а деф у нас очень сильно провис. В итоге, я думаю, что сейчас будет большое количество трешек, причем очень легких трешек. Игра станет реально намного проще, нежели это сейчас, потому что войска у нас мощнее, а деф у нас слабее. Ну и под конец отвечаю на самые, наверное, частые вопросы, которые мне задавали. Будет ли ТХ-12? Нет, ТХ-12 не будет в новогоднем обновлении. Будет ли домик строителя восьмой? Нет, восьмого домика тоже не будет в обновлении. Все это обновление в основном будет сконцентрировано на основной деревне. Да, ура! Потому что наконец-то гирозрабы до нее добрались. А также они сделают плюшечки для клана, о чем я, собственно, сказала. Это будет что-то новенькое, что уже тоже понятно, исходя из этого обзора. Также у нас не появится новых героев, новых зданий и новых юнитов. Также разработчики пообещали, что более не будет никаких манипуляций с уровнем войск, дефа и строений, кроме тех, о которых я уже сказала ранее. Что касается следующих снэкпиков, то планируется, что ближайшее выйдет в воскресенье. Изначально это была суббота, потом понедельник. Сейчас уже разработчики пишут, что это воскресенье. Но, значит, нам с вами остается только ждать и смотреть, что же будет дальше. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете про изменение баланса и как это в дальнейшем повлияет на сами атаки в Clash of Clans. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok